Детский счастье Детям близких ваших Еще кого-то Это не про секрет Скорее счастья Хотя счастье Но про то, чтобы хвалить И зачем это нужно Скажите, пожалуйста Интерактивно Я две фразы сейчас произнесу И кому понравится больше первая фраза Кому вторая Итак, первая фраза будет звучать Какие вы все молодцы Вторая фраза будет звучать Как здорово, что вы интересуетесь наукой И приходите на такие лекции Давайте так Кто за первую? Поднимаем руку Ага Кто за вторую? Ага Как бы не парадоксально За первую фразу было меньше За вторую больше Молодцы за что? За то, что вы пришли красивые За то, что вы пришли сегодня За то, что вы потратили вместо солнечного дня И прогулки время на учебу За что непонятно Это оценка ума Это оценка интеллекта Это оценка личности Это оценка человека А второе Это именно похвалить Оценить то усилие Которое вы предприняли Ну, не знаю, как для вас Для меня на самом деле Это было усилием Сегодня вместо того Чтобы поехать там гулять Или еще что-то делать Придти читать лекцию Хотя я это очень люблю Итак Я залезла в интернет Ну, как все нормальные люди В 21 веке Прежде чем что-то рассказывать кому-то Залазишь в интернет И смотришь, что там делают Ну, загуглить Да Вот Что мы там видим Две замечательные вещи Которые сразу выплывают Можете проверить Сэндвич обратной связи Вкусно, красиво, здорово Это когда вам объясняют Что один раз сказал так нельзя Два раза похвалил На самом деле Парадоксально Но вот у меня тренер Для собачки Вот примерно то же самое Объяснял буквально На прошлой неделе Но для собачки Второе Это Каждый должен быть победителем Ну, благо у нас сейчас Вот этих тренингов Личностного роста Вот этих всех тренингов Там Тимлидер Там и так далее Их много Каждый должен быть победителем Мне всегда очень хочется спросить Давайте представим мир В котором все победители Можно не представлять Можно прочитать Замечательное произведение Утопия И увидеть, чем это закончится Ну, собственно, все счастливы Все хорошо Никто не работает Все голодают Если обратиться к науке Я люблю науку Я все-таки кандидат наук Что такое сэндвич Обратной связи Если мы чрезмерно хвалим То есть То, что сделал человек Не соответствует тому Как его похвалили Это обесценивается И вместо позитивного подхода И того, что мы хотим То есть повышение мотивации Там еще чего-то приятного Получается, не пойми что Фраза Вы все молодцы Ну, она гипертрофирована, очевидно Я не знаю, вы молодцы, не молодцы И вообще, какое я имею право Стоя здесь на сцене Там как-то вообще вас оценивать Про вторую фразу Каждый должен быть победителем Похвала не очень получает На самом деле Эффективность обучения Особенно, если она раздута Она не повышает мотивацию к деятельности Как показывают исследования Причем исследования есть С 90-х годов, 2000-х и 2010-х Мы будем говорить дальше А что же повышает мотивацию В частности, к обучению Потому что мы в педагогическом университете И в том числе К каким-то действиям Что еще нам предлагает интернет? То, что похвала Важна Так как это Инструмент Оружие воспитания Глазит один очень замечательный психолог Не стала приводить Но так, чтобы не подводить коллег Услышав добрые слова Ребенок Будет стремиться Получить их снова Вам не кажется, что это что-то напоминает? Вам ничего не напоминает такой подход? Это напоминает дрессировку Парадокс еще и заключается в том Что на самом деле Во второй половине 20-го века Карен Прайер Написала замечательную книжку О дрессировке животных и людей Или не рычите на собаку И она уже это описывала И говорила о том Что работает, что не работает Так вот, просто дрессировка не работает Если мы не знаем ни ее азов Ни что мы делаем Ни для чего мы делаем А самое главное Мотивацию повышают две вещи Потребности И вынужденная ситуация То есть, либо мне слишком больно Либо слишком хочется Все Других вариантов повышения мотивации нет Соответственно, если мы По хвалу пытаемся сделать Оружием воспитания Ну, меня аж передернуло Когда я это прочитала Тем не менее Все же Может быть, это не оружие Может быть, есть какие-то другие подходы Какие подходы обычно имеют место быть? Формирование через похвалу Правильного поведения Какой ученик хороший? Чуть-чуть погромче Который сидит, слушает Ведет себя Ведет себя так, как требует от него Инициативно Не всегда, кстати Но отвечает на вопросы Желательно правильно Не унижая достоинства учителя Простите меня, учителя Я вас очень всех люблю Но это именно так зачастую Ну, проще говоря, не умничает Одним словом, он удобный И когда мы пытаемся из похвалы Сделать вот это самое Метоподкрепление Вместо награды Инструмент Сделать удобного и послушного Мы заходим на тот круг Который я рисовала Хочу быть хорошим Многим отзывается Такой вопрос внутри Хочу быть хорошим Не всем Уже хорошо, очень радует Меньше пациентов будет Вот, так Потому что Хочу быть хорошим Сколько процентов Хороший Какие критерии Сколько мерить в граммах Килограммах Километрах Непонятно Но если мы хвалим Ты молодец Непонятно за что И в следующий раз Чтобы получить это одобрение Мне чего делать Прыгать, бегать Писать, спать Что? Отвечать на вопросы Да? Я привела всего три примера На самом деле Их больше вот этих ответов Кто такой удобный Послушный ребенок И этих критериев Слишком много И получается Я не могу соответствовать Этому критерию Быть хорошей Быть молодец Всегда Ну и дальше Фрустрация Красивое слово Крах надежд Депрессия Невроз И все прочее Ну собственно Что и получают дети К 11 классу И к концу учебного года В университете А если я беру Все-таки конкретный критерий Беру конкретный процесс И оцениваю Свои усилия Вложенные в это Но про обесценивание По хвалу Как обесценивание Чуть дальше Так вот Когда похвала Это отражение самооценки Это отражение мнения Других людей Это плохо Ну вот прям категорично скажу Это плохо Потому что столько людей Приходит и страдает Именно по поводу того Что То, как я себя чувствую Зависит от того Что обо мне сказали И это следствие Вот этого вот использования Похвалы Как оружия Можно по-другому Итак Как обычно воспитывают Наказывают Ну из варианта Да Вот простите меня Жестко конечно Но очень часто слышу Почему так получилось Ну что-то не так получилось Не закончил университет Оказался там Не знаю Алкоголиком Наркоманом И так далее Потому что мало били Ну то есть мало наказывали Как будто наказание Это инструмент Про него тоже расскажу Сейчас отдельно Оценивают Ты молодец Это оценка личности Не из понятно чего Тоже расскажу Поддерживать Это у нас мало умеют Давать обратную связь Про нее рассказывать Буду крайне мало Потому что предлагаю Залезть туда же В интернет пространство Поискать Что такое На самом деле Адекватная обратная связь Это очень интересно Много Но отдельные лекции Подкреплять И хвалить И давайте по порядку Оценка Что же такое оценка Это мнение о ценности И оценка всегда тогда получается какой Субъективной Смотря какое у меня сегодня настроение Смотря что я считаю правильным или неправильным Будет отражаться в моей оценке Когда родители ставят критерием Хороший ребенок Тот у которого одни пятерки Они обрекают ребенка На что? Стремиться к субъективной оценке Других людей То о чем я и говорю Получается замечательное Невротическое состояние Я должен быть для всех хорошей Это реально? Это нереально Я с вами согласна полностью То есть Мы не можем всем нравиться Мы не можем каждый день нравиться В принципе не можем Потому что мир разный Потому что мир хаос Дальше Это соотнесение с результатом Это процесс отражения Некоторых видов объектных и субъектных отношений И это очень важно Оценка Это всегда про отношения Кого-то с кем-то Чего-то с кем-то Моего отношения Ну не знаю К этому проводу К этой замечательной тумбочке Это все будет влиять на то Что такое оценка Почему я говорю про нее так много Оценка успехов в обучении Снижает интерес к процессу обучения И это неотъемлемая часть Вообще-то педагогики Если мы это знаем По сравнению с контрольными группами Где вознаграждением была обратная связь Или процесс оценки Но не личности То есть не когда говорят Ты молодец, что ты прыгнул выше всех Заработал больше всех Там, не знаю Выучил больше всех Немножко про другое Когда оценивается Немножко другое Увы, но мы только на пути к этому Подкрепление Другой вариант воспитательного воздействия Вообще предполагается Что педагоги, наверное, знают Что такое подкрепление Но все-таки Это событие, стимул, реакция Что-то, что следует После какого-то поведения Которое бы Говорило о том Что поведение надо прекратить Или продолжить И тогда Подкрепление бывает разным Первичным Принес пятерку Получил конфету Ну вот прям сразу Бывает вторичным Опосредованным Чем больше ты пятерок зарабатываешь Тем лучше я к тебе отношусь Чем лучше я к тебе отношусь Тем больше тортов ты получишь Ну да, есть у меня такая идея Насчет тортов Люблю я их Ну не суть То есть есть некая Опосредованная история Есть положительное подкрепление И отрицательное Вы можете прочитать, конечно Те определения, которые я привела Из критического мышления Но все-таки Как вы думаете Положительное подкрепление Давайте так Буквально два-три примера Как бы это могло выглядеть? Прослушивание приятной музыки Во время занятия спортом А в чем подкрепление? А вот и неправильно Сейчас узнаете почему Еще варианты почему Что такое позитивное подкрепление? Сходить с ребенком в кино Не, ну это вообще хорошее занятие А что оно будет подкреплять? А, пятерку То есть получил пятерку Мы пойдем в кино Отличный вариант Мне думаю, что многим понравится Особенно если кино дома И на компьютере Потому что каждый день Да не по разу ходить в кино Ну как бы да Хорошо, а что же тогда Отрицательное подкрепление А, ну да Точно ругать за двойки Получил двойку, отругали Например, поедание чего-то сладкого Или попадание в зависимости В плохих эмоциональных состояниях Поедание сладкого И попадание в зависимость От эмоционального состояния Нет, поедание сладкого Либо каких-то Наверное, она хочет сказать Что когда тебе плохо Ты еще и что-то Например, люди начинают Потреблять алкоголь А, то есть когда плохо Мы делаем себе еще хуже Замечательно Очень хороший вариант Но тоже не про Отрицательное подкрепление Положительное подкрепление Есть поведение Есть реакция Принес пятерку Получил конфету Принес двойку Получил подзатыльник Это все положительное подкрепление Именно поэтому Мы зачастую Невольно в школе В детском саду В институте Формируем негативное подкрепление Знаете, у меня был Такой замечательный пациент Который говорит Я, говорит, очередное окно Разобью, встаю Сейчас опять соберется Куча людей Будут что-то обсуждать Но меня Положительное подкрепление По большому счету Нам кажется, что мы поменяем Мотивацию Ничего подобного Мы поменяем Ничего мы не поменяем Мы подкрепим Снова это поведение Если брать животный мир Мне очень тоже понравилось Спасибо одному из тренеров Она рассказывает Приходит доберман Потому что он, видя велосипед Подбегает и прокалывает шину Что делают В плане позитивного подкрепления Вот эти хозяева добермана Они, когда он подбегает Прокалывают шину Кричат Потом он возвращается обратно И они его кормят Что он вернулся И совершенно искренне надеются Что он перестанет подбегать В голове добермана Это выглядит следующим образом Подбеги, сделай, укуси Получишь вкусняшку В голове человека Выглядит Пока я кричу Он должен остановиться И это как раз было бы Негативным подкреплением То есть я не прекращу Какое-то действие Положительное или неположительное Ну неприятное Пока ты это делаешь Вот тот пример, который вы привели Он замечательный пример Отрицательного подкрепления Пока я слушаю приятную музыку Правильно сказать Пока я бегаю Я ее слушаю Перестаю бегать Я ее прекращаю слушать Это будет негативное подкрепление Оно тоже действенно Пока вы тут будете меня слушать Я буду радоваться Манипуляция слегка Но в общем негативное подкрепление Пока вы не сдадите там Не знаю, по 100 рублей И вы отсюда не выйдете Какое подкрепление? Положительное Положительное, да Если вы будете правильно отвечать На мои вопросы Мы очень быстро закончим Какое подкрепление? Отрицательное Потому что вы будете сейчас Отвечать на все вопросы Очень быстро Потому что всем хочется уйти уже Может быть Ну я так думаю Ну неважно Собственно подкрепление Оно работает И оно работает со всеми нами Зачем люди ходят на работу? За позитивным подкреплением Отработал, получил деньги Получил деньги, пошел купил тортик Что называется Вторичное позитивное подкрепление Когда назначается штраф Что самое интересное Это такое же положительное подкрепление Другой вариант Как сделать, например Чтобы сотрудники приходили Вовремя на работу Спасибо моему учителю По психотерапии Мы пьем чай с 9 утра Те, кто пришел в 9.10 Пропустили все интересные разговоры И сплетни Негативное подкрепление Пока мы сидим и пьем чай Пришли вовремя Мы получаем что-то интересное Как только мы опоздали Или сделали как-то по-другому Мы не получили это подкрепление И это работает куда лучше Похвала Это тоже подкрепление Важно Положительное и отрицательное подкрепление Не наказание Наказание это Возникновение неприятного стимула Или изчезновения приятного Которое я не могу проконтролировать Потому что оно было в прошлом Заметьте, наказание Это всегда постфактум Я не могу это проконтролировать И изменить Это такая неотвратимая угроза Что хочется сделать? Да убежать хочется от нее Она не является подкреплением Когда вас за что-нибудь наказывали Ну я думаю, что мы все С этим сталкивались Как долго вам хотелось продолжать делать То, что вы делали? Долго? Ну сутки, двое, трое Год Ну например, не помыли пол, наказали Как долго будет хотеться мыть пол каждый день? Вообще не будет хотеться Не, но опыт показывает Что если это применить к подростку То он будет мыть пол до трех дней А потом он этого делать перестанет Либо надо снова наказать Причем наказание должно увеличиваться Потому что толерантность к боли растет Ну и это, понимаете, замкнутый круг Есть замечательный фильм «Волна» Американские и немецкие Именно про то, как это работает Дальше Про обесценивающую похвалу, как обещала Это из варианта Я вроде похвалил, но как-то не очень Самое интересное, что обесценивающая похвала Может дойти до уровня наказания Ну да, ты у нас молодец Конечно, седьмая двойка за два дня Да, там или Ну, конечно, доклад у вас был замечательный Но выглядите вы так себе И то, что доклад у меня был замечательный Но это как бы уходит Остается только обесценивание Что ну так себе Какой хорошенький малыш Что такой бледненький Да, то есть вроде похвалили А вроде бы и нет Ты остаешься на самом деле на второй части Если опять же обратиться к интернету Что про вот эту самую обесценивающую похвалу говорят Что это зависть Неумение радоваться за другого человека Страх и так далее Что это на самом деле И чаще Это оценка Это мы опять возвращаемся к той же схеме К оценке Я имею какой-то факт Ну, мое выступление Мне хочется Себя оценить хорошо Или услышать вашу оценку В зависимости от того Что для меня приоритетней Меня оценили Вы, например Потом я оцениваю, как вы меня оценили Потом я составляю оценку реальности Как мне кажется Исходя из своего опыта А потом сопоставляю эти оценки Сложно? Вообще, да? Ну, вот просто Ну, это Brain crush Вот Поэтому именно оценка Как таковая Мнение о ценности Они не делают свои роли Они не мотивируют Ценность Я очень радуюсь за то Чтобы мы все-таки говорили Не про самооценку и повышение ее А про повышение самоценности Ценность Это важность, значимость и польза Если я говорю, что для меня действительно важно Что вы сегодня пришли и слушаете меня Похвала? Похвала Оценка? Нет Мне ценно то, что вы пришли Мне ценно, что вы слушаете Для меня это важно И тогда появляется мотивация Сделать еще что-нибудь хорошее Ну, по крайней мере, настроение улучшается Да, если я оценю Ну, все молодцы Вы помните начало нашего мероприятия Способна ли похвала влиять на мотивацию? Я напомню, что под хвалой я имею в виду Лестный отзыв Хорошие слова Одобрение И в первую очередь Действие Положительная оценка Усилия Нет даже ни результата И тогда она становится наградой и подкреплением Я попытался пробежать Но в моем случае это абсолютно точно будет Награда, если мне скажут, что я молодец Что я пробежала 50 метров И я захочу пробежать еще 50 метров Если мне скажут Вау, ты пробежал 50 метров Ну, что только 50? Я скажу Да, больше бегать не буду Спасибо Похвала Может быть наградой и подкреплением При условии, что это лестный отзыв О приложенных усилиях Похвала Способна ли она благотворно влиять на мотивацию? Конечно, да За усилия Конечно, нет За интеллект Ой, ты такая умная Ты только 50 метров пробежала Не, ну ты молодец Что ты догадалась Что с твоим весом С твоей физической формой Только 50 метров стоит пробежать И так стоишь То ли тебя похвалили То ли не очень Вроде хорошо сказали-то, да? При этом Условия сопоставимости Похвалы и того, что сделано Если меня будут хвалить до бесконечности За то, что я сделала завтрак Я обесценю это сама Я применю те же методы оценки К говорящему Я применю методы оценки К тому, что сделала я И обесценю Потому что вот те же самые Вот эти схемы, которые я показывала Да, формирование внешнего мнения Они внутри работают так же Если я оцениваю себя Если я оцениваю итог своей работы А большинство из нас его оценивает Как неуд Ну или удовлетворительно В лучшем случае Я себя обрекаю на то, что В следующий раз мне делать будет тяжелее Ну или на перфекционизм Но это про другое Еще исследования Вот сейчас пойдут одни исследования Десятьлетние школьники Шесть месяцев к ряду Мамы хвалили ежедневно Была контрольная группа, где не хвалили Было, где хвалили Причем под запись Ты молодец Вырабатывает стратегию избегания Мы сейчас рассмотрим, почему И не влияла на мотивацию учиться Ты очень старался Несущественно, но повышала все-таки мотивацию Личный пример родителей Которые садились, учились, делали что-то Рассказывали о своем опыте обучения И результатах, которые благодаря этому они добились То есть самоценность Ценность моего опыта Давали наибольшую мотивацию Дети, которых настойчиво хвалили В дальнейшем справляются лучше Только если изначально у них была высокая ценность себя Высокая самооценка, то, что принято говорить Дети, у которых изначально низкая оценка себя У нас таких большинство Потому что мы привыкли хвалить именно из варианта Молодец, не молодец А не хвалить то, что ты сделал Они в принципе не реагировали на похвалу Или реагировали в значительно меньшей степени И не хотели брать за новые трудные задачи Логика детей с низкой самооценкой Ну и не только детей на самом деле Но я беру, как написано в источнике Если есть шанс потерпеть неудачу Или выступить хуже, чем в первый раз То, если меня хвалят Я лучше буду брать задачи менее сложные Делать их быстрее, с меньшим вариантом на провал Проще говоря, таким образом они отказывались рисковать Познавать что-то новое Кроме этого, ребенок решал, что надо держаться подальше от трудных задач Потому что любая оценка не похвала А любая оценка, она негативная Что еще? Так что же хвалить? За что хвалить? В 4-й, 5-й классы дошкольники Повышение мотивации наблюдалось, как я и говорила Когда хвалились за результат и процесс Красивый цветочек Как здорово, что ты его так долго делаешь Ты смог это делать Мотивация с ним жалась у девочек, когда хвалили личность То есть ты такая умница, ты сделала цветочек Не оказывала на мотивацию такая похвала на мальчиков Ну то есть если мальчику говорить Ты молодец, что ты сделал цветочек Ну или там машинку или что-то Собственно это никак не отражается на изначальной мотивации У дошкольников это все приводило к снижению мотивации к работе Нейтральная обратная связь из варианта Да, ты сделал машинку Тоже не рада Если посмотрите, в интернете ее много предлагают Но тем не менее, да, ты сделал машинку А еще никак не влияет Ну никак Она не имела значения для ребенка от слова совсем Замечу, для ребенка до 18 лет, 21, пока не повзрослел Когда ты повзрослел и умеешь хвалить себя То для тебя эти слова Да, ты сделал машинку Да, ты сделал цветочек Будут иначе Но для этого родители должны хвалить Сейчас вот об этом Тех, кого хвалили от 1 до 4 лет Имели следующие результаты Десятилетнее исследование Большое, которое проводил Колумбийский университет Тех, кого хвалили за ум За интеллект Как я и говорила, задачи решали хуже Брались меньше, делать ничего не хотели Что самое интересное 38% этих детей Преувеличивало свои результаты И врала По сути дела, получается Что если хвалить за интеллект Мы учим врать С меньшей вероятностью просили о помощи Вместо того, чтобы просить о помощи у одноклассников В поисках правильного ответа Ну, да, возвращаемся сначала Они просто отказывались вообще что-то делать Когда хвалили за усилия Положительно влияло на академические знания В четвертом классе То есть, понимаете, 4 года и 4 класс То есть практически разница в 7 лет Но там возникают последствия 13% только научились врать И изменять результаты И улучшать результаты своего обучения Что еще происходило Самое интересное Что тех, кого хвалили за интеллект Решали, что интеллект Это то, что врожденная функция Это изменить нельзя Это не пластично Я плохой По сути, формируется стыд Вина за то, какое я есть Те, кого хвалили за усилия Решали, что мозг пластичен Результатов можно добиться И вот этот замечательный лозг Каждый может быть победителем Каждый должен быть победителем Да, быть победителем Для них был более актуален На самом деле Потому что они предполагали Что если их хватит за усилия Значит они это могут Дальше идем Наши способности Интеллект определялись Случайным образом Как оказалось тем Кого хвалили за ум Менее мотивированы к учебе Сложно учиться на ошибках Ну то есть любой провал Это провал совсем Им хуже удается учеба В старшей школе В университете То есть они скорее отказываются Ну это вот все та же история Про отказ Дети, которые хвалили за усилия Имели больше академические успехи В частности В отношении чтения Пересказов текстов И арифметики Что самое интересное Дальнейший вот этот Анализ мотивационных рамок Показал, что Благодаря именно убеждению И вере детей В то, что все может поменяться Играло основную роль То есть когда мы говорим Это ты такой Троеточие Поэтому не можешь прыгнуть Прочитать, решить Мы по сути дела Обрекаем ребенка на неудачу Когда мы говорим Ну ты приложи усилия Здорово, если ты их приложишь Даже если неправильно Но главное, что ты попробовал Мы даем возможность Человеку развиваться В другую сторону Как вас чаще хвалили? За усилия или за ум? Давайте так Кого хвалили за усилия? Ага А кого хвалили за ум? Ну таких большинство Как я и догадывалась Потому что сказать молодец Быстрее Прилагать усилия Надо меньше Если у меня будет стоять Еще рядом мама, партнер И еще кто-то Замечательный фильм Экспериментатор Про эксперименты Милграма Говорят о том Что если у меня есть кто-то Кто во мне говорит Как жить и как быть Я делаю больше и лучше Если меня подкрепляют То есть меня хвалят За правильно приложенные усилия Я делать это буду чаще Поэтому вы такие молодцы Что вы слушаете лекцию Про похвалу Хорошо Похвала может дать Негативный эффект Когда она гипертрофированная Раздута И такое бывает У современных мам Не так редко это видно Вау, так здорово Ты подошел к качельке Вау, это Ребенок такой Так, вот сейчас Я не очень понял Что происходит Наверное, к качельке Лучше не подходить Дабы вот этого Все вот Не случилось Сюда же добавлю Такую статистику Что в 80-е годы США Делали тоже большое исследование Найти сейчас в конце его Очень сложно Даже в интернете Но можно О том, что Ребенок 10-12 лет В среднем От родителей Получает 1700-2000 Директивных указаний За день Вопрос Сколько из них Потом долетает до него Теперь давайте Перейдем к школу Где те же родители Которые дают Те же директивные указания Даже если это похвала Она уже просто теряется В этом объеме Точечно За усилие Будет эффективней Если похвала Привязана К успеху К неким Личностным особенностям Но мы это много обсуждали Да, говорить дальше не буду И если Привязывается успех К личным качествам Ты такой старательный Поэтому у тебя получилось Он такой Блин, вот настолько старательный Настолько уже нет И следующий момент Провала Он решает Что Это врожденное качество Которое не изменить И начиная Что самое обидное Объяснять провалы Своими личными недостатками Есть тоже Замечательная Такая история Про фундаментальную Ошибку атрибуции Кто социальную психологию Попробует поизучать Это очень интересно Мы начинаем Додумывать Привязывать свои провалы Чужие провалы К личностным особенностям А не к стечению обстоятельств Но потом радостно страдаем Место заключения Оценка предполагает иерархию Я лучше Ты хуже Я знаю Чем тебя мерить И ты в любом случае Ниже и хуже Чем я на самом деле Подчеркивание ценности Формирует структуру и мотивацию Ты ценность То, что ты приложил Училилие ценность Тогда мне хочется делать Что-то еще И получается Что тогда вопрос не в том Хвалить или не вхвалить Является ли это секретом Счастья или не является Вопрос в том Что я хочу воспитать Ценность в ребенке Или удобного ребенка Для жизни перспективнее ценность Для управления ребенком Перспективнее второе Что я хочу Неудобный ребенок На самом деле хороший ребенок От него больше толку будет Я имею ввиду в социальном плане В его личном плане И так далее Но неудобный мне Потому что навряд ли Он станет моим пациентом Однако в том Что мы ставим ценность В чем это Предпринятые действия Результат Или все же жизнь человека Что ценность для нас Увы В этом мире 21 века Все больше и больше Все равно Вещи становятся ценнее человека Результаты Бальная система Регламент Еще что-то Может быть Тогда ценить Показывать ценность Может быть Ценить ответственность За то Что человек делает И негативно Подкреплять Безответственность То есть пропускать ее Просто И говорить Что вот это усилие Которое приложил Петя Но не приложила Маша Дало другой результат Ну и благодарите Это лучшая похвала На самом деле Поэтому огромное спасибо Что вы меня выслушали Я надеюсь Что было понятно И готова отвечать На ваши вопросы Спасибо большое За лекцию Во-первых Я хотел спросить Насколько Вообще Правильно Хвалить ребенка И повышать его Мотивацию В любой сфере Сравнивая его С успехами Какого-то другого Ребенка То есть Я вот говорю Петя Быстрее бегает Потому что Он каждое утро Там занимается Делать зарядку Бери с него пример Насколько это повлияет На Петю На примере которого Я показываю Что он такой молодец Не снизит ли это Его мотивацию И насколько это Эффективно будет Для того Кому я показываю Вот этот пример Знаете Очень интересный вопрос Есть такое Отдельное направление В психологии Педагогики Коррекционной педагогики Называется оно Прикладной анализ поведения И буквально Вот два года назад Была целая Большая статья Трехлетнего исследования Исследовали Баскетболисток Колледж По-русски Старшая школа Показалось Что если составлялся рейтинг То уровень подготовки команды падал Если начинали сравнивать То результаты ухудшались в разы Когда объявляли ценность Каждого отдельного игрока За то, что он сделал Приложил усилия К чему-то и улучшил Результаты улучшались Ну примерно так Соответственно Когда мы сравниваем Ребенку проще решить Ну вот раз он лучше Ну пускай он и пашет А я не буду Точно так же С которым сравнили Ему проще решить Ну я уже молодец Можно дальше ничего не делать Поэтому сравнение Нет, это не лучший вариант Но не говоря о том Что вот если возникает Какая-то новая светлая идея Всегда предлагаю Вот поставьте себя На возраст там 12 лет И вас сравнили с кем-то Ваши ощущения Ваши чувства По-честному Но мне было неприятно Я была отличница Я была очень хорошим Учеником Но дело в том Что мне все равно Было неприятно Когда мне говорят Да, вот тут Вот это так здорово Я чувствую свою ценность И мне хочется еще Ну примерно так Ответила на вопрос Я предлагаю просто посмотреть Если вы читаете по-английски Ну сейчас Google переводчиком По-моему читают все Вот Или Яндекс переводчиком Не знаю как правильно Вот Есть статьи Именно спортивного направления Есть статьи Не только спорта Но вообще педагогики Именно прикладной анализ поведения журнал Там можно почитать И посмотреть Что работает Что нет Они пробуют Разные варианты Подкреплений Да И собственно Что-то получают из этого А теперь били Ну ладно Наказывать вообще не надо И так далее Прекращать опасное действие надо Наказание Это когда человек понимает Что он сделал неправильно Ему плохо И делают еще хуже И это разные истории Если ребенок Трех лет летит под машину Взять его за капюшон Оттащить Даже если это больно И неприятно Это нормально И это не наказание Если после этого Еще его ругать Два дня Но ему захочется Под эту машину снова К сожалению Так Закрывали ребенка Там в спальне Я помню Ну так было Так и сейчас Иногда есть Это действенно Вот в данный Конкретный момент Времени Но это не действует На перспективу Не наказывать Сложнее Не наказывать Больше усилий прилагать Эффект лучше Замечательный Старый фильм Очень старый фильм Со Шварценеггером Называется Детсадовский полицейский И в нем Как раз показана Разница между Наказывать И планомерно Воспитывать Спасибо Здравствуйте Хотела задать Такой вопрос Многих детей Хвалят только За результат То есть Принес рисуночек Ты молодец А то Что ты просто Так скажем Родился Ты живешь Ты такой хороший Прекрасный ребенок Никогда Родители Не акцентируют На этом Так скажем Из таких детей Вырастают Взрослые люди Которые Так скажем Действуют Только ради результата Они понимают Что если я Ничего не добьюсь Не покажу Никаких результатов То родители Меня оценить Не будут Потому что Я хорош Только в том случае Если я чего-то добиваюсь Я хотела спросить Как родителям Избежать этого Чтобы не выросла Из ребенка Вот так скажем Такая личность Достигатор Да Достигатор Замечательный Есть момент Такой Называется Ургентная аддикция Ну это Минутка рекламы Если захотите В инстаграме У меня есть Небольшая инфографика О том Что это такое В России Об этом очень мало Говорят К сожалению Ну в Европе Собственно тоже Какое-то время назад Это было Очень популярно Сейчас практически нет Тем не менее Что такое Ургентная аддикция Это когда я Не могу сидеть На месте Ничего не делая Я за это Я за это чувствую Вину Если я иду По парку Я не могу Гулять И рассматривать Деревья Мне надо Хотя бы Что-то вставить В уши И слушать Или что-то Делать Очень полезно Если я этого Не делаю Все Я виноват Во всем И это Это большая проблема На самом деле Это аддикция Там есть Свои нюансы Я не буду О них рассказывать Но Как не вырастить Такого ребенка Я рад Что ты у меня есть Я горжусь Что ты мой ребенок Мне радостно От того Что мы с тобой вместе Мне весело Рядом с тобой Те чувства Которые у меня есть Я грущу вместе с тобой Я плачу вместе с тобой Но хвалить за то Что ты имеешь место быть Не Ну это тут я молодец Что я родила Вот Вообще на это решилась Но это опять Про молодец Там и так далее Да Очень относительно Но Ты принес Вот этот рисунок Он мне нравится Он мне не нравится Вот это мне нравится Не нравится Так здорово Что ты приложил усилия И получился такой Классный результат И тогда Понимаете Это сложно Это перестроить Своё мышление Это научиться Думать по-другому Это научиться Оценивать усилия Которое вложено Не обесценивая результат Но это будет действенно Тогда ребенку Захочется нарисовать Еще Приложить усилия Еще Ну и дальше Будет развитие Опять же Развитие несовершенства Когда мы хвалим Вещь Это про совершенство Сделай еще совершенней Сделай еще лучше А когда развитие То это Именно разговаривать Про Так здорово Что ты к этому Прилагаешь усилия Это сложнее Но я бы предложила Попробовать так Говорить чаще Как бы это сейчас Банально не звучало Про чувства То есть Мне радостно Что ты есть Мне радостно Что ты есть В нашей семье Мне грустно Когда что-то у тебя Происходит не так Ну что-то Спектр чувств Очень велик Когда это касается Картинки То говорить о том Что мне так здорово Мне нравится Мне это не нравится Мне это приятно Неприятно Так же как про музыку Знаете Это как с подростками Мама Я занимаюсь паркуром О господи Вот Ну Знаешь Я очень переживаю За то что будет Но здорово Что ты нашел Чем заниматься Я рада тому Что у тебя это получается Я рада Что ты себя нашел Будь осторожен Давай я тебе помогу И там Понимаете Другая история Получается Получается Именно я стою рядом С тобой Я готова тебе помогать Ну родительская функция Научить жить Ребенка без меня А не вместо него И не контролируя его Все таки Если ребенок Уже достаточно дорос Чтобы заняться паркуром Ну вот контроль Там не самая лучшая история Но опять же Это другая лекция Да Про контроль Про похвалу Тут то что Не оценить Позитивно Что ребенок Нашел себя Чем-то занялся Вот этого не стоит пропускать Знаете Как проигнорировать Опасно Потому что Это будет Такое же Обесценивание И ребенка И то что он существует Сказать про свои чувства Что я опасаюсь У меня страшно Куда более иррационально Потому что это нормальные чувства А у подростка все пули мимо Поэтому Ну мама может Или папа только сказать Об этом Кто-то взрослый Что вообще-то Будь осторожен А вот если рассмотреть Сторону самого ребенка Когда он вырастает Как ему самостоятельно С этим бороться Без родителей Сложный вопрос Сложный вопрос Во-первых Потому что Я всегда против того Чтобы бороться с собой За себя И с чем-то Но борьба Это такая история И не моя С другой стороны Но есть специалисты Которые знают Что с этим делать Как повысить Ценность себя И я бы предложила Не делать это в одиночку Потому что В этом зале Когда вы сидите Единственный человек Которого вы не можете Увидеть Полностью Это вы Любой другой человек Вас видит И может что-то подсказать И увидеть Какие-то логические ошибки А когда это пытаются Сделать самостоятельно Там Или прочитав Какие-то книги Да, информация Это хорошо Но если у тебя нет Учителя Который покажет Как сделать стул Небольшая вероятность Что вы сделаете стул С первого раза Ну может быть С 20-го и сделаете Но стоит ли А так пробовать Ценить себя Я самая ценная на земле Почему? Потому что Если меня не будет То собственно Я не узнаю Что будет дальше Спасибо вам большое За ответ Спасибо за вопрос Да У меня еще один вопрос есть Я смотрел Когда-то интервью И Герой рассказывал Историю О том Что в детстве Он ходил В художественную школу Где Не было системы оценивания То есть Они просто туда приходили Могли заниматься Грубо говоря Чем они хотят Могли просто смотреть На картинке Могли смотреть Как кто-то другой рисует И идея в том Что вот ему понравилось Как выглядит там Кувшин И его не заставляют Вот как в обычных Художественных школах Рисовать Учиться там Тени Учиться Как правильно Водить линию А вот если ему Это заинтересовало А хочешь научиться Так же А вот для этого Тогда давай Попробуем вот так И вот идея в том Что Заинтересованность Самомотивация ребенка От этого возрастает Но это как будто бы Для общего развития Хорошо Но если мы ставим Перед собой цели Научиться рисовать И стать Каким-нибудь Хорошим художником Или научиться танцевать И стать танцором Или каким-нибудь Другим спортсменом Насколько возможно Вот в таком формате Проводить обучение Где как будто бы Не совсем Есть конкуренция Про конкуренцию Это вообще отдельная история Честно скажу Я все думаю Когда же я займусь И почитаю про нее Что-нибудь толковое Ну вот как-то Пока не пришлось Потому что В ней есть плюс и минус Равно как и в похвале Я показывала Что есть плюс и минус Но ту историю Которую вы рассказываете Она очень сильно Напоминает сказку Потому что Если самооценка Ребенка высокая Если ценность его Высокая Если дома Ценят его Предлагаемые ему Усилия Да Для него будет интересно Важно Вот я хочу Я нарисую Если дома Простите Там Беда И там дом Дым кровомыслом Мама не знает Что делает папа Папа не хочет знать Что делает мама И до ребенка Вообще никому нет дела Ему до этого кувшина Тоже дела не будет И тогда это не сработает Это первый момент Который мне пришел в голову Второй момент Если взять опять же Аботерапию Прикладной анализ поведения То родительский контроль До 9 лет Без него ребенок Не формируется Вообще Самоконтроль Формируется С 13-15 лет Формируется Не сформирован И когда ребенка Там в 7-8 лет Требуют самоконтроль Ну как бы это абсурд Он либо нашел Где-то шаблон И повторяет Либо оказывается В патовой ситуации Проигрыша Вот то Что делать Ситуацию более успешной Опять же Это сложнее У прайера Это описано Это да Это будет давать возможность Стать хорошим танцором И так далее Создавать условия Для искусственной успешности А вот насчет конкуренции И вообще Какой-то внутренней мотивации На работу Я все-таки Сомневаюсь Что это возможно Возможно в реальности Для кого-то Да Но это буквально Единицы Для большинства Нет Для большинства Контроль Попытка сделать Похвала за то Что ты принял Жил усилия И оценка результата Снижение где-то планки Где-то завышение планки Ну то что называется Определение зоны Ближайшего развития Да И то что называется Контроль И индивидуальный подход Сложно Да Перспективное Да Вот как-то так Я наверное это вижу Спасибо большое И если позволите Еще свой первый вопрос Дополню А если я ставлю В пример Не какого-то Из учеников А ставлю свой жизненный опыт Что вот я сделал так-то И получилось так-то Или я не сделал так-то И из-за этого вот так Тогда Насколько это действенно Ну вот об этом Был один из слайдов То есть пример взрослых Значимых взрослых До 15 лет Вообще-то все взрослые Значимые Да Там до 13 У кого как Он действенный Если я еще и негативный Пример рассказываю Он становится вдвойне Действенный Как показывает практика Исследования не видела Но практика показывает Именно так Когда мы делали Ну у меня диссертация По переориентации Поведения подростков была Когда мы опирались На негативный опыт Впереди идущих взрослых Ну то есть грубо говоря Шел в открытый люк Сломал ногу Было очень больно Ребенок это усваивает Значительно лучше Чем ему 25 раз сказать Там люк Ты упадешь Будет больно Ну это когда Анекдот Этот мультик был Про котенка Гав Не ходи на улицу Почему? Там тебя ждут неприятности Да? Точно ждут Вот там сработает Примерно то же самое Поэтому свой пример Абсолютно точно Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому